США будут стремиться к тому, чтобы Украина не вернулась к постсоветской реальности. Об этом заявил глава МИД Павел Климкин в преддверии анонсированного визита в штаты Петра Порошенко. По его словам, Вашингтон заинтересован в европейской и демократической Украине. Климкин отметил, что на следующей неделе постиг в Соединенные Штаты для обсуждения ряда вопросов повестки дня во время визита президента Украины. Министр уверен, новая администрация президента США знает, какой политики придерживаться и в чем заключаются ее интересы. На улице города Витория в бразильском штате Спириту Санту на патрулирование вышли солдаты. Здесь наблюдается вспышка убийств и грабежей на фоне завастовки местных полицейских. Почти неделю стражи порядка не выходили на работу с требованием повысить им зарплату. За шесть дней протеста в штате было совершено более ста убийств. Школы и магазины оставались закрытыми, не работал общественный транспорт. Правительство направило в регион около 1200 солдат и сотрудников федеральной полиции, а также бронированную технику. Впрочем, этого оказалось недостаточно. В ближайшее время сюда прибудет еще около 550 силовиков. Несмотря на присутствие армии, некоторые жители Витории решили на время уехать. «Без сомнений, если будете бежать, то на вас могут напасть. Я уверена, что нападут. За мной приехал отец. Я здесь не останусь». Витория – богатая столица Спириту Санту с золотыми пляжами и офисами горнодобывающих и нефтяных компаний. Обычно оживленные улицы теперь пусты, а магазины закрыты. «Клиентов стало значительно меньше. Также мы заметили, что уехать отсюда стало сложнее, стало меньше автобусов. Дорога домой стала очень опасной. Вести бизнес сложно». Полиция Спириту Санту требует повышения зарплат на фоне общего экономического спада в стране. Некоторые штаты с трудом могут поддерживать базовые службы здравоохранения, обучения и безопасности. Существует опасение, что забастовки перекинутся и на другие штаты Бразилии, в которых полицейские и госслужащие получают зарплаты с задержками. Стоит отметить, что количество в 100 убийств, совершенное за шесть дней забастовки, в шесть раз превысило средний показатель по штату. На химзаводе в городском округе Тунлин в Китае прогремел мощный взрыв. Государственные СМИ сообщили, что пострадавших нет. Позже стало известно, что пострадали два сотрудника предприятия. На следующий день после инцидента рабочие оценивали ущерб, нанесенный их жилищем. Их общежитие находится недалеко от завода. В комнате лючао-бина обвалилась крыша, внутри всё разрушено. «Я лёг спать около 10 часов вечера и не знал, что случилось. Когда проснулся, увидел какой-то свет. Услышал шум снаружи и никак не мог найти свою обувь. Она была под обломками. Было очень страшно в тот момент. Я подумал, что это землетрясение». Как сообщают СМИ, взрыв длился около 10 секунд. Город осветило словно днём. В социальных сетях появились кадры, на которых было видно большое яркое пламя. «Когда прогремел взрыв, я испугался и побежал в свою комнату в общежитие. Там пыль стояла столбом. Я спрятался под кроватью и не смел вылезти. Когда я выбрался из-под неё, в комнате кое-где горел огонь, я затушил его». Рабочие собрали то, что осталось от их имущества и перешли жить в другой корпус общежития. Местные власти сообщают, что по предварительным данным взрыв произошёл из-за возгорания горючего. Они также заявляют, что опасности утечки химических веществ нет. Несчастные случаи на промышленных предприятиях в Китае происходят довольно часто. Власти обещают извлечь уроки из трагических событий подобных техногенной катастрофе в порту в Тянзине. Она произошла в 2015 году. Из-за самого возгорания высохшей и нагревшейся на летнем солнце нитроцеллюлозы начался сильный пожар и прогремели взрывы. В результате погибли около 170 человек. На северо-востоке США закрыты школы и предприятия, отменены тысячи авиарейсов. Регион во власти непогоды. По данным метеорологов, от Пенсильвании до Мэна выпадает до 8 см снега в час и дует ветер со скоростью до 80 км в час. В Нью-Йорке более миллиона школьников сидят дома. Из-за снегопада занятия отменены. «Сегодня у нас самая настоящая пурга. Вчера мы предупреждали людей, чтобы они готовились к непогоде. Мы также быстрее, чем обычно, приняли решение закрыть школы, когда увидели интенсивность этого шторма. Это необычно быстрый и интенсивный шторм». Но жизнь в мегаполисе непогода остановить не способна. многие радуются снегу. «Мне нравится. Обувь и одежда мокрые, но это неважно. Мне нравится. Для меня это что-то невообразимое. Я знаю, что многие не любят снег, а мне нравится. Погода суровая, но нужно выходить из дома». «Немного скользко, но в остальном всё пока не так уж плохо». Власти крупных городов, включая Нью-Йорк и Бостон, призвали жителей воздержаться от поездок на автомобилях.